Не все знают, что именно ополченцы, которые до этого оружие в руках не держали, не пустили врага в Ленинград. Меня зовут Ксения Кравченко, и сегодня я узнаю подробнее об этом подвиге. 27 июня 1941 года было принято решение создать народное ополчение в помощь ленинградской армии. Первая дивизия народного ополчения города Ленинграда отправилась на фронт уже 10 июля. Те, кто не подлежал общей мобилизации в кадровую армию, продолжали и продолжали осаждать военкоматы. Всего же к концу сентября 1941 года было сформировано 10 дивизий. Сейчас мы находимся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на военно-историческом фестивале подвига ополченцев. Мы поговорили с организаторами реконструкции и узнали, зачем нужны подобные мероприятия. Как вы думаете, насколько важно вообще молодежи рассказывать о войне, об истории войны? Я считаю, это очень важно, потому что в настоящее время дети начинают немножко забывать о том, как это было во время войны. И вообще забывают, и даже не знают, что такое война, насколько это было серьезно. И чтобы не допустить такого в дальнейшем, люди должны все-таки знать и понимать, что это. Много ли людей твоего возраста участвовали в данной реконструкции? Да, достаточно много. Например, в нашем клубе это около 40-50% личного состава. Как ты считаешь, важно ли рассказывать детям вообще о войне, об истории? Конечно, ведь дети, то есть это наше будущее, а без прошлого будущего не построить. Здравствуйте. А можно немного порулить вашим пулеметом? Конечно. При команде к бою, значит, пулемет приводится в боевое положение, взводится прицельная планка. Одевается каска. Это одно из средств защиты бойца. Обязательно должен быть надет. Так же взводится, снимается с предохранителя, и можно вести огонь, нажав на гашетку. Как рулится? Рулится вправо, влево. Это довольно тяжело. Ну, дело не для хрупких девушек. И вот вы видите. Сейчас за моей спиной идет бой, и мы можем наблюдать, как ополченцы сражаются с врагами. Ленинградское ополчение оказалось втянутым в жестокие бои уже в первые дни после прибытия на фронт. Бои в Лужском котле продолжались до середины сентября 1941 года. Ополчение должно было стать и стало последним, самым крепким рубежом на пути немцев. Ленинград выстоял в сентябре 1941-го. И все это в том числе благодаря мужеству своих ополченцев. Здравствуйте. Можете рассказать ваши ощущения? Ну, нам понравилось. Вот детям детей привезла посмотреть на мероприятия, чтобы дети знали, что в жизни бывают, к сожалению, военные действия, что люди умирают, воюют друг с другом. Ну, конечно, это все настолько проникает в глубь души, затрагивает вообще какие-то такие нотки, которые стараешься, может быть, в обычной жизни прятать. Но ребята молодцы. Я считаю, что подрастающее поколение в любом случае должны знать, какой ценой это все удалось нашим дедам, нашим прадедам. Хотя это всего лишь реконструкция, но было очень страшно. Я стала еще больше восхищаться подвигом ополченцев, защитивших Ленинград. С вами была Ксения Кравченко, город Плюс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok